И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень важную и интересную тему, которая меня, наверное, мучает в последнее время. И о которой есть смысл поговорить, полить немножечко водички, ну и обсудить интересные вещи, которые связаны вокруг и около нашей игры. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, где мы обсуждаем интересные темы, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке установите ему личный такток ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами я бы хотел поднять тему о том, что происходит вообще с нашей игрой, да, в целом. И почему танки онлайн, как игра, в моем понимании никогда не закроются. Уже на протяжении супер длительного периода времени, если быть точным, после ребаланса, где-то в году, наверное, 14-15, все пророчили закрытие проекта и постоянно говорили о том, что танки скатились, танки сейчас закроются, да, все, эта игра умерла, она закроется. Но уже на протяжении супер длительного периода времени, танки все еще до сих пор живут. И сегодня я попытаюсь ответить на вопрос, почему эта игра никогда не умрет и никогда не закроется. С чем это связано? Кто держит эту игру? И за счет чего до сих пор наша игра на плаву? Ну, ни для кого не секрет, что у нас в игре есть очень важный режим и спектр про битв и битв именно паркурных, да. Здесь постоянно есть активность, постоянно есть игроки, которые заинтересованы в этом все, которые жмут безумно большое количество расходки, а именно в большинстве своем мин и ежедневно, еженедельно и ежемесячно вкладывают безумно большие деньги в нашу игру. Казалось бы, такой не супер интересный со стороны момент, но это одна из ниш, которая очень жестко поддерживает нашу игру и даже с такими небольшими онлайнами за счет паркура, за счет людей, которые вкладывают безумно большие деньги, наша игра до сих пор существует и полноценно функционирует. Не будем, конечно, забывать и про всех в целом донатеров, да, которые играют и в матчмейкинге, которые, например, не относятся к паркуру, но именно вот этот режим, это как отдельная ниша, которая постоянно заносит проекту большие суммы денег. В последнее время также акцент делается и на магазинные предметы, на премку в том числе, потому что премка сейчас, по сути, стала как уникальный донатный предмет, и за счет всего этого в целом у нас все работает, функционирует и продолжает приносить прибыль. Да, онлайн падает, и на сегодняшний момент времени он, мне кажется, достиг вообще критической отметки и критических цифр, и более чем уверен, что в ближайшее время команда танков начнет делать больше каких-то интересных вещей, возможно и донатных, возможно и не донатных, потому что, по моим предположениям, уже начинаются определенного рода проблемы, хотя, исходя из той ситуации, которую я вижу, да, онлайн хоть и падает, но прибыль у проекта до сих пор находится на очень приличном уровне, и все равно нужно делать постепенный акцент на онлайн, да, потому что онлайн становится меньше, соответственно, отток донатеров тоже происходит, потому что они, например, залетают в матчмейкинг, уносят всех, а там нету конкуренции, соответственно, со временем им тоже это будет надоедать, и поэтому нам при любом раскладе нужна новая аудитория, нужна новая пища даже, я бы сказал, да, и поэтому я надеюсь на то, что в этом плане развития у нас в ближайшее время пойдет, да, но в целом проект, да, танков, это максимально платежеспособная аудитория, да, хоть и большое количество есть хейта и негатива, да, очевидно, из-за того, что там выходят где-то необдуманные обновления, где-то спорные обновления, да, но с точки зрения именно платежеспособности, аудитория максимально жесткая и сплоченная аудитория, да, то есть если она даже и хейтит игру, но она все равно продолжает играть, и все равно людям продолжает нравиться эта игра, да, именно эти факторы до сих пор держат нашу игру на плаву, и как я уже говорю, да, что быстрее вы можете уйти, чем уйдет эта игра, да, то есть, ну, это, конечно, все в шуточной форме, но все равно, да, поэтому когда я встречаю вопросы, да, и людей, которые говорят, ты еще играешь в ТО, ты еще в ТО, та игра же уже давно умерла, я все время понимаю тот факт, что в этой игре до сих пор остается большое количество игроков, которые заносят безумные суммы в эту игру, которые до сих пор любят эту игру и будут любить. Только, только нужно начинать делать интересные, грамотные обновления, вводить новые ивенты и делать какое-то разнообразие, потому что, исходя из того, что я вижу в последнее время, все стало очень монотонно и однообразно. И вот именно эта однообразность рано или поздно может привести к плохим последствиям, поэтому нужно делать на это акцент, и я надеюсь, что уже в ближайшее время в этом плане пойдет какое-то определенное развитие. Понятное дело, что летом у нас есть просадки по онлайну, но я думаю, что ближе к зиме эти цифры должны, по идее, пойти вверх. Ну и должны появляться жесткие новые интересные ивенты. Пишите, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения, как вы смотрите на всю эту ситуацию, когда, по вашему мнению, настанет конец, а может быть рассвет нашей игры, и почему, по вашему мнению, на сегодняшний день игра до сих пор существует, полноценно функционирует, и каждый из вас может все так же играть в эту игру. Пишите все свои мысли, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.